Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. И, продолжая разговор о послании апостола Павла Кефесиным, мы обратимся сейчас ко второй главе. Во второй главе для современного читателя, по крайней мере, есть несколько совершенно фундаментальных вещей, которые действительно нам просто необходимо помнить день и ночь, утром и вечером, в том, как мы вообще свою жизнь во Христе строим. Апостол обращается к христианам Ефеса, большинство из которых, не все, но большинство, по-видимому, происходили из язычников, то есть у них не было опыта, культуры, почитания единого Бога. Зато, наоборот, тому, в общем, был некоторый культурный опыт магического отношения к всему тому, что мы называем язычеством сейчас. И вот в первую очередь к этим христианам из язычников обращается Павел и говорит о том, что «Вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, Бог оживотворил со Христом». Ну, во-первых, это довольно важно понимать, что те люди, которых он называет святые и верные во Христе, они были мертвыми по грехам и преступлениям своим. Вы мертвы по грехам и преступлениям вашим. Далеко и не всегда нам бывает легко признать это. Кроме того, тоже давайте обратим внимание, что он обращается к вполне живым людям, живым в физиологическом смысле слова, у которых там и процесс дыхания, и обмен веществ, и прочее, прочее. Все имеет место. Но он говорит о них как о мертвых. «Вас, мертвых, по грехам и преступлениям вашим, вас, которые когда-то жили по обычаям мира сего, по тому, как принято». Ведь эти люди, обратившиеся ко Христу, ставшие в Эфесе учениками Павла, они не были какими-то уж совсем отбросами, какими-нибудь разбойниками с большой дороги. Главным образом довольно приличные, обычные, простые люди, такие же, как мы все. И вот он им говорит, но тем не менее, когда вы живете по стандартам этого мира, это еще не жизнь. Он говорит, «Вас, мертвых, по грехам и преступлениям вашим, когда вы жили, повинуясь своим внутренним движениям, мотивациям, то, что в Новом Завете называют плотскими похотями». Это отнюдь не только инстинкт размножения имеется в виду. Апостол говорит, пытается, по крайней мере, показать читателю разницу между человеком, который следует, повторю, своим внутренним мотивациям, вполне естественным, природным таким, да. И он говорит, что это на самом деле не жизнь, не жизнь. Жизнь – это что-то большее, что-то более важное, более прекрасное, если так можно выразиться. И вот он говорит, «Вас, мертвых, по преступлениям, Бог, богатый милостью по своей великой любви, оживотворился Христом». Во-первых, конечно, в современном христианском дискурсе тоже и всегда вот это выражение «Бог богатый милостью» чрезвычайно на самом деле важно, чрезвычайно важно. Он говорит о Боге, у которого этой милости хватает на всех. Он говорит о Боге, который не жадничает, решая вопрос о том, кого помиловать, кого не помиловать. Богатство милостью – такое удивительное свойство Бога, то, о чем нам важно помнить, как в первой главе тоже Павел в какой-то момент отвлекается от диалога с читателем, потому что он не может не прославить Бога. Вот и здесь он прославляет Бога, говоря, Бог богатой милостью по своей великой любви, который возлюбил нас. Вот он радуется этому. Для него вот знание о Боге, что Бог богат милостью, что ему не надо наскрести чуть-чуть по сусекам, чтобы отделить своей милостью двух-трех человек. У него изобилие этой милости. Павел умеет этому радоваться. И поэтому, понимаете, он гораздо более счастливый человек при всех скорбах своей жизни, чем на огромное количество современных христиан. Он знает, что надо радоваться тому, как прекрасен Бог. И поэтому вот у него вырываются, он, скорее всего, ведь диктует эти слова, а не пишет их собственной рукой, поэтому у него вырываются вот эти слова хвалы, слова благодарения. Бог богатой милостью по своей великой любви. Вот и дальше Павел говорит, нас, мертвых по преступлениям, он оживотворил со Христом. говорит о том, что когда во Христе Бог совершает то, что Он совершает, когда Бог пришел в этот мир, стал человеком, умер и воскрес, тем самым Он и нас каким-то удивительным образом вытягивает, возвращает к жизни. В раннем средневековье, или, может быть, в поздней античности, веке в четвертом-пятом, это был очень популярный образ Бога, который как крючком, как на приманку вылавливает, выуживает людей из мертвости к жизни. Вот здесь Павел примерно так же видит, вместе со Христом, возвращая Христа, ставшего человеком, от смерти к жизни, Он и нас, если мы за Христа держимся, тоже возвращает к этому. «Благодатью вы спасены». Это следующая мысль для апостола, тоже очень важная. О том, что это подарок, чуть дальше, в восьмом стихе, который, я думаю, мы все призваны знать наизусть, прямо чтобы от зубов отлетало, Павел говорит «благодатью вы спасены через веру». И это не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Конечно, наша вера проявляется в наших поступках, действительно, вера без дел мертва, но апостол говорит о том, что с его точки зрения спасение, то, что мы приняты Богом во Христе, то, что мы избраны Богом во Христе, это подарок, не заслуженный, это не отдел, говорит он, чтобы никто не хвастался своими подвигами, вот я насовершал вот столько, и поэтому, не поэтому тебя Бог принимает, а потому, что ты Ему доверяешь. Это не от вас, Божий дар, Божий подарок, понимаете, и это одна из самых важных вещей, которые христианину следует о Боге знать, о Боге, о своем спасении, о своей жизни, то, что Бог дает нам это удивительное счастье жизни, прощение, милости своей, это подарок, который как подарок надо принять, этим жить, пользоваться, и, конечно, как за всякий подарок Бога благодарить. Апостол продолжает свою мысль о делах, чтобы его правильно поняли, и говорит, что, ну, мы же для того и созданы во Христе, то, о чем он уже говорил в первой главе, чтобы быть источником добра, света, любви, милости, да, в этом мире. Его творения созданы во Христе Иисусе на добрые дела, поэтому наши помилования, наши избрания Богом действительно совершаются по богатству милости, а не потому, что мы заработали. И когда мы действительно благодарим за этот подарок, он становится, может, по крайней мере, стать удивительным фундаментом, основанием нашей человеческой жизни. И дальше апостол обращается к актуальной в его время, особенно в его жизни, и среди его учеников в проблеме, связанной вот с чем. С точки зрения иудеев, человечество расколото на две принципиально разные части. Одна часть – это те, кто признали закон Бога и стараются, ну, с переменным успехом, но стараются по этому закону жить, ему соответствовать и рассчитывать, что по этим делам закона, как Павел только что говорил, о даре или заработке, им будет дана благодать, им будет дано спасение и прочее, и прочее. И вторая половина мира, не половина, а на самом деле большая часть, конечно, это язычники, те, кто о законе не знают, не считают себя никоим образом обязанными ничем перед Богом, а порой даже и в Бог-то не верят, или верят в целую кучу каких-нибудь языческих богов. И вот с точки зрения соплеменников Павла и, в общем, многих в церкви эпохи Павла. Спасение, откровение от Бога, которое дает нам Христос, вот та самая благодать, избавление, радость узнать, как богат Бог милостью, это радость предназначена только иудеям, только иудеям. И если кто-то не строит свое благочестие по тем же принципам, что иудеи, или тем более не верят в Бога Израилева, у них нет шансов, им не на что рассчитывать. Апостол Павел потратил огромные силы на то, чтобы противостоять этой точке зрения. Он и действительно был избран и призван Богом для того, чтобы проповедовать язычникам. Это потребовало от него действительно долгих-долгих усилий, многолетних, и привело его к конфликту с очень многими, не только иудеями, но и христианами, потому что, как мы знаем с вами, за Павлом из города в город ходили иудействующие христиане, которые пытались тех, кого Павел обратил, крестил, еще потом обрезывать. Ну, мы видим это в послании Галатам, в послании Кривлина, в деяниях. В общем, те, кто считал недостаточным, что ученики Павла уверовали в Иисуса, стали учениками Иисуса и обрели в Боге милость и счастье. Они считали, что надо еще что-нибудь. Тоже, на самом деле, к сожалению, гораздо более современная позиция, чем нам хотелось бы. Вот. Апостол, повторяю, обращается здесь во второй плане главы, вот именно к этой ситуации, когда есть разные по отношению к Богу части человечества. Одна – те, кто вроде бы должны считаться своими Богу, а другая – которые никоим образом таковыми считаться не могут. И вот еще раз повторю, иудействующие думали, что к христианам из иудеев одно, отношение, а христиан из язычников вообще не должно быть. Они должны сначала стать иудеями, там принять обрезание, исполнять Моисеев закон, ну и так далее. потому что с этой точки зрения они, эти люди, христиане из язычников, потенциальные, может быть, христиане из язычников, далеки от Бога, а христиане из иудеев близко. Вот картина, против которой, собственно, восстает апостол. И он обращается к своим читателям в Ефесе, которые в основном, как я уже говорил, происходили из язычников, и говорит, «А теперь вы Иисусе, вы, когда-то бывшие далеко, стали близки кровью Христовой». Он говорит о том, что, ну да, когда-то до смерти и воскресения Иисуса эти люди были далеко от Бога. Но вот этот дар милости Божьей, который дается через веру, он дается всем. Кровь, которую проливает Христос, пролита за всех людей без исключения. И тоже надо очень важно, это очень важная вещь, и необходимо нам с вами сегодня помнить, потому что сегодняшние христиане сплошь и рядом показывают пальцем на кого-нибудь другого, вот они. Вообще-то для христиан не должно быть слова «они», потому что мы все «мы», а не «они». тем не менее, вот христиане говорят, вот они далеко, они плохие, ну мы все время кого-то осуждаем и поучаем, делая вид, что сами белые и пушистые, и никаких ни проблем, ни грехов у нас нету, ни глупостей. Но научиться надо вот тому, что здесь написано, пониманию, что за каждого человека, как бы он не был глуп, как бы он не был грешен, как бы он не был злобен или далек от веры, от правды, от нравственности, от, не знаю, разума, как бы он не был далек, из-за него тоже пролита кровь Христа. Это не значит, что там такой человек не свободен поверить или не поверить, понятное дело, но все-таки, когда мы смотрим на других людей, особенно на тех, кто нам не нравится, вот важно делать это так, как делает Павел, помня, что за этого человека пролита кровь Христа. И вот этот человек, пусть он даже объективно очень плохой, не нам судить на самом деле, вот он может прекрасный, просто нам не нравится. Вот этот человек, который, как мы думаем, далек от Бога, близок, потому что это сделало кровь Христова. И вот он говорит о Христе поразительную вещь. Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший, стоявший посреди преградов. Он говорит о том, что мир расколотый на подчиненных закону и не знающих закону, верующих, неверующих, хороших, плохих, каких угодно. На самом деле, вот эту черту, разделяющую мир на два, ведь каждый из нас проводит каждый день. Вот Павел говорит, Бог соединяет расколотое человечество, собирает в одно, и именно Христос есть мир наш, то, что примеряет нас, примеряя с Богом. Вот потрясающая тоже вещь. Понимаете, человеческое единство, которое в разные эпохи люди то забывают, то пытаются установить какими-нибудь насильственными средствами тоталитарными по большей части, на самом деле, оно только в Иисусе Христе, в том, что каждый из нас во всей своей уникальности дорог Христу. И вот дальше апостол говорит, вот эту нашу внутреннюю враждебность, внутреннюю, которая очень присуща вообще человеку по природе, еще со времен наших далеких предков, бродивших по африканским саваннам, у них психика так сформировалась, еще у Гейтельбергского человека, а может быть, даже у Гомоэректус, что возрастание способности принимать друг друга в маленькой группе автоматически ведет к возрастанию ксенофобии, враждебности к другим. И вот эту вражду внутреннюю агрессию, внутривидовую, враждебность человечества друг к другу, плотью своей Христос разрушает, разрушает на кресте. Потрясающе тоже важная вещь. Между прочим, если посмотреть в зеркало, очень видно, что когда в тебе играет вот эта ненависть, ксенофобия, такая эмоциональная, в сущности, довольно, надо сказать, обезьянье реакция, да, ненависть к другим, это как раз та сфера, в которой жертва Христова еще тебя самого не просветила и не очистила, потому что нашу внутреннюю, внутреннюю, межчеловеческую вражду Господь убивают на кресте, убивают на кресте, чтобы вот из этих разных частей, ну, Павел говорит о двух иудеях и язычниках, из двух создать в себе одном, в себе самом одного нового человека, нового, который состоит из людей невраждебных друг к другу, понимаете, устрояя мир для апостола, то новое, что христиан должно и может отличать от язычников или от неверующих во Христа, это мир между собой, мир между собой, который должен быть ценностью номер один, все остальное, как бы ни было, оно важно, более важно или менее важно, в общем, дело десятое, десятое, а фундаментально, чтобы быть учеником Христовым, это ценить этот мир, потому что тогда мы действительно составляем все вместе тело Христово, и тогда есть возможность исцеления, когда мы отвергаем друг друга, отпихиваемся, говорим, что вот он неправильный, а он безнравственный, этот вообще дурак, возможности исцелить заблуждение или нравственность, или глупость, наполнить все это силой, мудростью и правотой Божьей просто нет, потому что мы не сохранили мир. Вот такова позиция апостола Павла. На протяжении по меньшей мере полутора последних тысячелетий в общем христиане поступают ровно наоборот. и я думаю, что полезно все-таки прочитать, что об этом думает апостол, чтобы немножко посмотреть на себя со стороны. И вот он снова здесь повторяет, что Христос примиряет всех нас с Богом, убивая вражду на кресте. Понимаете, Христос умирает на кресте из-за грехов верующих, потому что они предпочитают букву закона живым отношением с Богом. Из-за грехов язычников, потому что они предпочитают там свои нравственные вольности, мягко говоря, ответственности перед Богом. За грехи любого человека, как их ни сформулируй, из-за каждого из нас умирает Господь на кресте. И поэтому нашу враждебность друг с другом Бог на кресте убивает. Стало быть, быть людьми креста, людьми, которые у подножия креста строят свою жизнь, это значит последовательно и целенаправленно отказываться от вражды ради мира. И это апостол Павел и называет краеугольным камнем, на котором строится все здание Христова в человеческой истории, в человеческой жизни. Павел говорит, вот святой храм в Господе, и вы устрояетесь в жилище Божье, то есть из вас делается то, где пребывает Бог, из ваших сердец, из ваших мыслей, из ваших молитв, из вашей веры, и самое главное, из вашей любви друг к другу, из того, что вы дорожите миром и отвергаете вражду, вот из этого строится новый храм Божий, который есть место присутствия Бога в этом мире. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Продолжение следует...